ну и раз мы тут рядом пробегали с впускным коллектором то думаю в пору будет рассмотреть и сам блок дроссельной заслонки дроссельный узел то есть который есть заводской вот так он выглядит я тут постарался зеленым маркером немножко подвести как вот это вот прокладулина родимая имела отпечаток на на нем чтобы видеть какова примерно там аэродинамика вы же знаете что у меня по аэродинамике короче тут у нас пять витков двойной пружины с обратной стороны тоже пять витков двойной пружины фиксация пружины вот она в этом месте находится тут у нас есть упорный винтик тот который базовый воздух дает на холостой ход после чего в работу включается вот этот вот регулятор холостого хода который своими шажочками дает плюс минус какое-то еще дополнительное количество воздуха соответственно регулирует холостой например при холодном запуске поднимая обороты это у нас датчик положения дроссельные заслонки это все еще родимое насколько я понимаю вот и он как раз и соображает насколько мы повернули дроссель так этот дроссель видать газовский производство он у нас заводской по идее 46 миллиметров сейчас мы посмотрим как он у нас выглядит с захода и до выхода так заход у нас идет как видим с дополнительной гранью такая вот фаска типа в 45 градусов и у нас дальше идет основной канал основной канал какой у нас размер максимальный дает 50 целых и две десятых фаска у нас выходит размер ну ориентировочно на скидку потому что точно я вряд ли отмеряю ну где-то так будем считать 55 и с хвостиком 55 и 54 такая вот фаска дальше мы идем упираемся в нашу дроссельную заслонку которая сама по себе как видим достаточно толстая вот дальше тело оси дроссельные заслонки тоже достаточно большого я бы сказал даже внушительного диаметра и у меня уже чешутся руки и и бы попробовать половинку спилить 9 целых три десятых миллиметра где-то так 9 и 3 миллиметра чтобы сделать и тюнинг увеличить пропускную способность воздуха как я это делаю на карбюраторах дальше смотрим сам теперь канал пропускная способность вот в этом вот самом широком месте сколько он у нас дает этот дроссель 46 миллиметров вот пожалуйста дросселек наш 46 по высоте этот канал чуть меньше 46 миллиметров такой вот получается дроссель дальше после него идет оля фаска где воздушный поток уже может немножко расширяться короче это у нас запас вот этот вот тело благодаря которому идет вот этот вот унифицированный блок под раз точку и здесь вы тоже видите вот в этом месте ступенька под раз точку то есть этот универсальный корпус можно расточить на увеличенное количество миллиметров и поставить дроссель сюда больше танцева 8 50 52 54 надо 56 миллиметров все идут с этим одним унифицированным литьевым элементом даст этой литьевой формой так что мы дальше имеем ну винтики вот эти как винтики дальше на что я хотел обратить внимание потом у нас идет канал канал дальше у нас расширяется до 53 миллиметра 53 миллиметра и теперь самое типа интересное по прокладке у нас еще и запас вот по прокладке на прокладка то внутри уже самого ну то есть как бы в теле в стенке впускного коллектора то есть ресивера соответственно у нас уже там сделать бы попробовать бы отпечаток чтобы знать какого размера вот поэтому диаметру у нас идет ступенька вот соответственно какая которая турболизирует поток но это знаете как пытаться в идеал выгнать его его все при том что она заводской и сделать какой-то небольшой тюнинг чтобы она давала лучше при сохранении своих в том числе стоковых возможностей чтобы я с ним сделал возможно это в будущем и сделаю какой-то тюнинг этого дросселя я бы запилил вот эту вот уструю кромку для того чтобы сделать заход более плавным попробовал бы вот эту вот кромку неприятную тоже запилить чтобы более плавный заход был дальше ось в половина оси вот эту верхнюю я бы снял поставил бы другие винты аэродинамичные формы оставил по бокам зубчики как это я с карбюраторами делаю вот тут бы вот эту вот кромку острую запилил бы и вот здесь тоже выход тоже острую кромку убрал бы чтобы везде были плавные как бы скругленные ранее вот и тогда я думаю пропускная способность вот этого узла была бы лучше при том что он давал бы хорошую скорость воздушного потока потому что он сам по себе небольшой и он хороший для низких оборотов для средних оборотов благодаря тому что дает достаточно высокую скорость потока но вместе с этими доработками он давал бы увеличенную пропускную максимальную пропускную способность соответственно на максимальных отраслях получили бы небольшую прибавочку такой в общем получился обзор стоковой запчасти на этом пока что все до следующих включений